Если с погодой только повезет, то последний раз играли, так холодно было 2 сентября. Да, была наслышана. Ну что, Суцелянка. Суцелянка, наконец-то, Ниберлин. Наконец-то, отлично. Хорошо, и что? Ага, ранний дракон. Идем в Марце, да? С4, Саша. С4. Думает. Захватывает, пожалуйста. Конь С3 или С4? С4 или конь С3? Ну, у белых такой широкий выбор. Ну что, надо подумать. Основатель взвесить все за и против. Так, ну что, Саша, кстати, насчет основательного... Нет, конь С3. Ну, тогда это просто дракон, да? Конь С6. Дракон с пешечкой на Д7. В нем есть своя... Ферсия 5, да. Своя тонкость. То есть черные не хотят идти на дракон-дракон. Так. С короткими маркировками. Очень крепко. Никаких контр-шансов. H3. Да. Против конь Ж4. И F4. Ну, судя по всему, Саша исполняет то, что заранее изучал, знает. Взял, взял. Ну, что, Е5, что ли, да? Нет, слон С6. Вообще заканчивается эта тонкая грань знаний, и начинается более такая грань умений. Конь Д7. Все фигуры снова меняются. Как же они быстро делают неочевидную грань. Да, да, да. Совершенно нечевидную. Абсолютно. Столько много... Ну, сейчас ладью, видимо, подведет с ферзевой фланга, Саша. Хотя там, знаешь, было взятие на Д4 и ферзь С5. Переход в энджпель. Король H1. Просто можно сыграть пока. Или ладью вот здесь подвести. В принципе, после размена чернопольных слонов у черных король где-то слаб. Поэтому надо играть при ферзя к белым. Мне кажется, установка вообще Карслана, которую он себе дал на этот турнир, то есть играть быстро, легко. Быстро, легко и бестолково, да? Ну, как можно меньше сил тратить. Сейчас думаю, Е5, да, или Е6. Ага, Е6. Ну, вот, существенна ли слабость пешки на Д6? Вот в чем вопрос. У Белла же тоже есть слабость на Е4, да? Д5 же черные хотят, где-то после ладья Д8. Нет, ну, здесь сам Бог велел ладья А, Д1, ладья А, Е1. Пора ладью подвести Саше. В центру. Нельзя бегать без игры. Уже медленно, медленно играю в Белую. Ну, это можно сказать медленно, а можно подобрать другой эпитет, вдумчиво. Вдумчиво, да. Ну, просто такой ход, как ладья А, Д1, надо делать в 5 раз быстрее, вот, чем он сейчас сделает. Да, есть ходы, которые надо делать быстро. Да, Карякин-Крамник. Карякин-Крамник, ну, там какая-то усушка-утруска, насколько я вижу. Да, там какой-то как раз начался. Так, опять Саша думает, после ладья А, Д8, собственно, что делать? Ну, может быть, ферзя увести из-под ударов, ферз Е2, скажем, вот так. А на Д5, может быть, Е5 сыграть? Хотя, в любом случае, там слон на Б3 вообще не удела у белых останется. Не видно перевеса-то? Перевеса не видно, да. Перевеса не видно. Ну, ладно, важно недовеса не получить. Тут ведь... Да, но тут вот важно понять, что белыми тоже иногда следует сыграть наравнение. Если сыграть Ф5, тогда может последовать ЖФ, ЕФ и Е5. Да, вот Ф5. Так, смотрим реакцию ЖФ и на ЕФ Е5. Вот, я думаю, такая может реакция последовать. Чтобы ученых... Ну, там Д5 же следующий ход. Там пешки покатятся у ученых. А белые сами конь Д5 не смогут пойти? Ну, да, там вот после размена что будет? А, тогда будет... Значит, избрал иную стратегию Магнус. Он Ферзя поставил на Е5 и сказал, что Ферзь хороший блокер. Конь Х5, если туда. Конь Х5, видимо... Флатья Ф3, что ли? Да. Б5. А что, интересно сыграл Магнус? Ой, интересно. Ну, один из самых основных продвижений. Легкие фигуры белых, конечно, оставляют желать лучшего. Явно неудачно расположены. Не там, не там. Надо куда-то переползать, а как переползать, непонятно. Ну, вот, неудачно, конечно, все развивается пока для Морозевича. Он играет вдвое медленнее и, похоже, в полтора раза хуже. Вот теперь перевес черных как-то выкристаллизовывается. О, молодец. Если Конь Х5 не выигрывает сразу, да? Молодец, так и надо. Когда что-то не так, ну что? А есть какая-то угроза-то? Допустим, сыграл А5. Какая угроза? Ну, это никак. А, Комбит Ф6 и Фе. Вот, Комбит Ф6 и Ферзь бит Ф6. И там Фе пробивается. Это очень красивый ход. Конь Х5. Конь Х5. Вот, вот это, да, резонное замечание. Резонное. На Ж3-то все-таки висит. Потому что на Ладея Ф3 уже съедим. Да. И пешка Е4 связана. Да, да, да. Да, что-то я ход из-за белых не вижу. Может, Ф6 все-таки. Ладно. Ну, и как-нибудь пытаться, да. Ну, его с Конь Ж3, Конь Ф1 как-то Ферзь едет. А, то есть качество отдать, да? Нет. Там, конечно, слишком. Удар по воде, похоже, Конь Д5 получился, да? Ну, что ж такое? Ф6, Конь Е7 как-нибудь нет? Ладья Е3. А вот, вот это правильно, кстати. Видишь, теперь Ладья на Е3 не подвисает, и это дает черную... А вот А5. Что А5? Ну, и А5. Зато можно перекрутиться. На С3, может быть, как-то перекрутиться. На С3, А4, Конь там будет провисать, да? Слон должен на этой диагонали оставаться. Уже, правда, можно будет на Д5 взять. В6. Вот, все-таки как-то. А, интересно, Ладья Ф5, где? Ладья Ф5, ну, Саша, да. Ну, это так, это жутко. Ну, просто... Не, Ладья Ф5 прекрасный ход. Ферзь бьет Б2, я бы ответил на это. Не, ну, там ЖФ. Да, Ладья Ф5, это же под сколько боев ты подставляешь? Ферзь бьет Б2, да. Ну, видишь, какой компьютерный хлад в игре. Карлсон, ну, Гажей, кстати, А4 просто. Ну, конь Е7, да, ничего, сейчас надо как-то... И на Б5 взял, да? Ну, там на Ф6, к сожалению, пешка потеряется. Ну, после слона А8, я бы отошел. А8. Конечно, а что? Слон должен работать, конечно. Комби от Ф6, вообще безнадежно бил в позиции, если я не зеваю мат. Е5 какой-нибудь там, нет? Ферзь бьет Б2, все-таки. Е5, Конь Д5. Да, вот Е5, правильно. Правильно, там, правда, Ладья теряется. Ферзь же Э5. Нет, сначала надо на Ферзя перевести. Ферзь же 5, и на Король же 7 какой-нибудь, тогда уже Е5. А если Конь Ж8 сейчас? Все же хорошо не бывает. Ух ты. Ну, Ферзь Е5, похоже, сдаться. Слон бьет Е6 где-нибудь. Ну, Ферзь Е5, это консолидирующий ход. Ну, Ферзь Е5 и Д5, и как-то... Ладья бьет Ф7. Ладья Ф7. Конь Ж6. Ферзь Д8, Ферзь А8. Браво. Конь Ж3 в конце варианта. Итак, Конь Ж6. Нет, не проходит. Ну, все равно, Саша, это будет интересно. Ну, красиво, конечно. Погибает так специально. А, нет, подождите, Конь Ж6 же вилка. Вилка просто. А, Ферз же выигрывается. Все. Ура. Что ура? Ферзь Х5 есть ход. Подожди. Ферзь Аш5. Ну, не все сразу. Значит, надо дальше. Ферзь Х5, Ладья бьет Е4. Ну, где-то Ладья Ф8 может быть в промежутке, да? Да. Ладья Е4, нет. Ладья Е4, Ладья бьет Ф7. Блестяще. Просто обыгрываем карты. Ладья Е4, Ладья Е7. Конь Ж6 и Ферзь Д8. Тут что-то есть. Итак, Ферзь Х5, Ладья Е8, Ладья Е8. Чувствую, тут есть что-то. Ладья Е4. Нет, Ферзь Х5, может быть, все-таки Ладья бьет Е4. На Ладья Е7, Конь Ж6. Шах. И Ферзь бьет Д8. Нет, нет, вот ты говоришь Ладья Е4. Я просто взял на Аш4. Ладья Е8. Ладья Е8, Ладья бьет Х4. И Конь уйдет оттуда после Ладья? Конь Бьет Ж6 угрожает. Ага, прекрасно. Ну что, вечный шаг, кажется? О, испугался. Испугался Магнус. А, страшно стало. Вот как мы засушили его. Да, у нас сейчас... Ничего сделать не может. Да, ну ничего, к сожалению. Да. Так, 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 покажите досочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, нервно, нервно, нервно. Нервно, нервно, да. Ну, крутит пешку не текучно. Ну, как-нибудь нет. Ну, что тут, конечно. Смотрите, за 26 секунд трудно точно не понять. Сложно. Ой, сложно, сложно. Не надо. Ну, придется на ничего соглашаться. Давай, соглашайся. Ладья Е1. Никаких. Взял, взял Ладья бьет Ф7. И Конь Ж6. И все. И шаг на Аш4. Нельзя брать на Ж6. Ну, между прочим, позиция... По-прежнему не сахарное дело. Ладья Ф1 угрожает. Ладья Ф1, и Конь Ж3. Ох, вот это он не учел. Вот это конец. Ферзь А4. Или Ферзь А5. Правильно. Нет, конец. Ферзь и Конь сейчас будут крутить. Ай, какой Сергеич Александр. Ах, как будут крутить. Так. Все. Все. Все начинается сначала. Да, партия только начинается. Продолжается. Борьба Корр Аш8. Ага, хочется сделать укрепляющий ход. Слон на Бет и умер, но слон на А8 тоже, кстати говоря. Все, Карслан проиграет. Он очень нервничает и времени уже меньше. Шаманишь, матушка. Так, а что? Ферзя надо держать поближе к вражескому королю. Это правильно. Слон на А8 на С2. Так. Ах, не пустили. Конь Ж5. Конь Ж5 съел. И пешка пошла. Е4, да? Ферзь А6, король Ж8. Конь Бет А7. То что-то должно быть. Конь Бет А7. Сразу? А, нет. Нет. Владя Ж7. Да. Ну вот Е3 угрожает. Страшная угроза. Слушай, что делать? Вот говорят, что ферзь и конь – это волшебная комбинация. А где? Ну, как-то они… Странно, почему не Е3 сыграл я? Что-то не очень поймал. Ферзь А4, король Ж8. Нет. Не проиграет. Ну, блестяще играет Карлсон. Да. Вот мы бы с тобой проиграли бы эту позицию уже раз 5. Сразу же. Да. Что-то он там… Попытка поставить вечный шаг. Как нервничает Мразеевич. Ну, как. Просто ужас какой. Руки просто дрожат. Ну, король Ж8. И что? Он Ж8. И, к сожалению, на Ферзь А5 выигрывает сразу Владимир Ж7. Конь А6 мат угрожает. Угрожает конь А6 мат. Вот оно. Опа. Ферзь и конь. Опа. Аж 5. Сдался. А что, да? Фантастика. Аж 5, конь, это есть 7 шаг. Гениально. Да. Ну, я же сказала, что выиграет, правда. Давайте скажем честно. Мы почти ничего не поняли в этой партии. Мы поняли отдельные моменты. Но даже этого нам хватило… Мы поняли отдельные моменты. Поняли отдельные моменты. Даже этого нам хватило для большого удовольствия. Но Морозевич проявил хват. Мы наконец-то отгадали. Отгадали. Вот это блиц. Может быть, надо смотреть Морозевича до самого конца? То есть он сейчас поймал. Крамник Морозевич, следующая партия. Я думаю, да. А, Крамник Морозевич обязательно будет смотреть. Мы продолжаем. Идем на перерыв и ждем партии Крамника Морозевича. Субтитры подогнал Игорь Негода.